Доброе утро, друзья! Хочу вас обрадовать, вы вновь в Риме. На Виа Делле Мурате, которая ведет к фонтану Треви, очень много баров. Но вот почему-то в этом баре всегда огромная очередь. Перед началом экскурсии я всегда завтракаю в историческом центре Рима. И однажды я решила позавтракать здесь. Отстояла очередь, купила капучино и корнетто с фисташковым кремом, ведь именно из-за него здесь стоит такая огромная очередь. Все хотят попробовать корнетто с фисташковым кремом. Я очень люблю корнетто с фисташковым кремом, но здесь, если честно сказать, корнетто мне не понравился. Он был переполнен сладким кремом. И даже капучино без сахара не помог заглушить этот приторный вкус. Хотя вкусы у всех разные, может быть, вам и понравится. Бар очень маленький, запускают по несколько человек. И поэтому на улице выстраивается очередь, которая привлекает туристов. Некоторые думают, если стоит очередь, значит здесь вкусная выпечка, и можно остановиться на завтрак. Но, как я думаю, видимо, однажды они заказали хорошую рекламу, что и привело к популярности этого места. Я же здесь больше никогда завтракать не буду. Есть места и получше. Каждый день я прохожу возле фонтана Треви, и моя рука невольно тянется в сумочку достать телефон и начать снимать видео. Каждый раз я как будто первый раз вижу этот замечательный фонтан 18 века. И это, наверное, единственная достопримечательность стрима, которая чаще всего появляется в моих видео. Да что я говорю? Вы, видимо, и сами это заметили. Я не могу пройти мимо этой красоты и всегда наблюдая за тем, что там происходит. В семь часов утра у фонтана Треви как всегда шумно, и тут я заметила нервно спящего человека. Чтобы его не обохрали, он самое ценное закрыл руками и, если вы заметили, даже снял обувь. Просто человек немного устал, прилёг отдохнуть и уснул крепким сном. В Риме такое бывает. Каждый понедельник фонтан Треви чистят от монет. Независимо, в какое время суток приезжают туристы, они готовы бросить багаж в отеле и сразу же идти гулять по Риму. Но сегодня у моих туристов задержали рейс на два часа. И мы начали экскурсию не в восемь, как планировали, а в девять. Их отель находится в пяти минутах ходьбы от фонтана Треви. И я, конечно же, этот свободный час провела у фонтана, наблюдая, как чистят фонтан от монет. Чисткой фонтана занимаются сотрудники компании Ачея. По времени на чистку уходит от одного до двух часов. К восьми часам закрывают подход к фонтану, достают все необходимые инструменты и начинают собирать монеты. Очень часто гости вечного города спрашивают, сколько же денег в год собирают из фонтана Треви. Например, в 2022 году в фонтане собрали миллион четыреста евро. А 2023 год побил все рекорды. Из фонтана выловили миллион шестьсот евро. Согласитесь, что это очень много. Особенно если учесть, что строительство фонтана и проектирование обошлось примерно в 7 647 спуди. Для того времени, для 18 века, учитывая весь объем работ, совсем небольшая цифра. Но какой доход сейчас приносит этот фонтан? Хочу напомнить, что все деньги, собранные из фонтана Треви, идут в помощь нуждающимся. Долгое время в Риме рассказывали и пересказывали историю про рыбака в кавычках, который ходил к фонтану Треви каждый день, как на работу на протяжении 34 лет, для того, чтобы выловить из чаши знаменитого фонтана Треви монеты, которые были брошены туристами. Обычно туристы поворачиваются спиной к фонтану Треви, загадывают желание обязательно вернуться в Рим и потом правой рукой через левое плечо бросают монету в фонтан. Раньше фонтан Треви службы чистили раз в неделю. А вот римлянин Роберто, получивший прозвище Дертаньян, благодаря высоким мушкетерским сапогам, в которых он приходил к фонтану, чистил чашу фонтана значительно чаще. Дертаньян умер в 2013 году в возрасте 62 лет, то есть больше половины своей жизни в течение 34 лет он приходил ночью к фонтану с огромным магнитом и всего лишь за несколько минут, где-то за 15-20 минут, вылавливал из фонтана от 500 до 1000 евро. Хороший улов скажу я вам за один день. Долгое время местные власти даже не догадывались, что кто-то может вылавливать из фонтана монеты, а когда узнали, был настоящий скандал. Дертаньян был арестован, но суд над инвалидом закончился его оправданием. Он был безработным и с некоторыми психическими расстройствами. Кстати, на суде Дертаньян сам признался в том, что вот уже 34 года он вылавливает монеты из фонтана. Суд присяжных наказал Дертаньяна штрафом на сумму 500 евро, которую он так и не оплатил. Возмущенный Дертаньян требовал у мэрии принять закон по выплате ему ежемесячного пособия на сумму его ежемесячного улова. Конечно же, никто ему никакого пособия не дал, и он продолжал требовать у мэрии устроить его на работу и назначить главным сборщиком монет фонтана Треви. И так до конца жизни он выдвигал свои требования. Часто о нем писали в газетах и показывали по телевизору. В 2013 году Дертаньян умер, а на следующий день после его смерти газеты и журналы пестрели заголовками. «Прощание с Дертаньяном». Споры по поводу похорон Дертаньяна. Недалеко от фонтана Треви находится церковь Санта-Мария Инвия. В этой церкви и проходило прощание с Дертаньяном. А потом гроб пронесли перед фонтаном Треви. Местные жители были в шоке. Сегодня в фонтане Треви не только собирали монеты, но и провели генеральную уборку. Треви. 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 Продолжение следует... Д'Артаньян приходил к фонтану собирать монеты. Я же каждый день прихожу к фонтану Треви для того, чтобы полюбоваться не только фонтаном, а и теми, кто его украшает. Ведь люди – это самое главное украшение фонтана, а их эмоции и улыбки, как лучики света, освещают монументальный фонтан. Три, два... Три, два, три... Три, два, три... Три, два, три... Я вновь прохожу Павея Делла Мурате, а очередь в бар, мне кажется, еще стала большей. Три, два, три... Три, два, три... В последнее время я заметила, что очень много туристов путешествует в одиночку. Иногда их даже некому сфотографировать. Я сегодня пришла на Испанскую площадь и сначала не поняла, что же делает этот молодой человек у фонтана, а потом присмотрелась и увидела камеру, как он устроил себе фотосессию. Я же на экскурсиях обязательно фотографирую гостей города в самых красивых местах Рима. Эти замечательные панорамные площадки мы проходим с гостями вечного города по первому маршруту, в котором я показываю не только главные достопримечательности, но и скрытые жемчужины вечного города. И этот маршрут для тех, кто приезжает в Рим первый раз. Сразу же можно увидеть Рим с высоты птичьего полета. Ну а потом мы идем к главным достопримечательностям, проходим по очень интересным улочкам и заходим в бары, в которых можно не только выпить кофе, но и насладиться скульптурами и картинами. Так что маршруты у меня очень интересные и насыщенные. Если будете планировать поездку в Рим, обращайтесь. С большой радостью и любовью покажу вам вечный город. Во второй половине дня на холме Пинчо звучит живая музыка. Атмосфера царит незабываемая, особенно в часы заката здесь очень красиво. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Досмотрите видео до конца, поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось, для меня это очень важно. Напишите комментарий и поделитесь видео с друзьями. Ну и, конечно же, приезжайте в Рим. 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 Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok